Ну что ж, дамы и господа, настало время ответить на вопрос, куда пропал Гартен оф Бан-Бан, и посмотреть, что с ним вообще происходило последний месяц. И вкину такой небольшой спойлер, ничего, собственно говоря, хорошего с ним не происходило, потому что его популярность почему-то оказалась практически на нуле. Я последний месяц был занят другими играми, меня не то чтобы часто просили посмотреть какие-то ролики по Гартен оф Бан-Бану, и я о нем практически забыл, хотя новая глава, скорее всего, выйдет уже через месяц, и я решил посмотреть, а чем занимаются другие ребятки, которые делали ролики по Гартену в Бан-Бану. Я обнаружил что-то очень и очень странное. Что-то такое, что не подается никакому логическому объяснению, боже, он преследует мне, помогите! Да, дамы и господа, рубрика с аналитикой и реакциями возвращается. Я решил проверить, насколько популярна Гартен оф Бан-Бан прямо сейчас по самому показательному и популярному каналу по Гартену в Бан-Бан, который, собственно говоря, существовал все это время. Конечно же, речь идет о канале Багги Хаги. Любой фанат Гартенов Бан-Бана так или иначе натыкался на ролики с этого канала. И, собственно говоря, если вы откроете аналитику этого канала, вы обнаружите, что он был на дне, а потом с выходом Гартенов Бан-Бана и новых глав резко канал оказался на вершине, и на пике он собирал почти 100 миллионов просмотров в месяц. Это просто какие-то невероятные цифры. Но потом, когда все начали уставать от Гартенов Бан-Бана, популярность начала медленно снижаться. И вот примерно здесь вышла новая глава, и, как вы видите, почему-то популярность пошла не вверх, а все равно пошла вниз и опустилась до значений, которые были очень и очень давно. В данный момент канал теряет по 20-30% аудитории в месяц, что очень и очень много. И даже если вы зайдете на этот канал, отмотаете ролики примерно на месяц назад, вы обнаружите, что ролики собирали по 700 тысяч просмотров, по миллиону просмотров, а последние ролики с трудом набирают даже 300 тысяч. Кстати говоря, здесь резонно задать вам вопрос, смотрели ли вы какой-то контент по Бан-Банам в последнее время или же нет. Ну а я все-таки решил посмотреть, что там выродил Баги Хаги за последние месяцы. И начать я решил с некого Бенито. Вы только посмотрите на этого красавчика. И вот мне интересно, с чего он взял, что этого персонажа зовут именно Бенито? Как он именно придумывает имена для персонажей? И здесь у нас есть какие-то жидкости, и качество роликов не выросло. На самом деле оно даже упало в какой-то момент, потому что у Баги Хаги очень сильно просели как раз-таки просмотры, и у него, видимо, меньше бюджета стало на выпуск новых роликов. Из-за этого анимации настолько темные, что я половину экрана в данный момент не вижу. Мне софтбоксы отсвечивают в глаза, и я нихрена не вижу. И, по-моему, там скрещенный джестер со стингерфлином. Че происходит? Они совсем там упоролись, когда придумывали новый сценарий для роликов. Че за бредятина? Ладно, давайте мы просто это посмотрим и... Вау. Лисяты вернулись. И да, стоп, это не стингерфлинн. Там вообще какая-то адская каша и месиво. Вот это жесть. Происходит невероятный телепорт к другому аниматору. И я надеюсь, мы все-таки увидим сегодня Бенита дольше, чем на 0,5 секунд. Потому что у меня стещение словно, он появится в конце на один кадр, и мы такие, вау, как интересно, а в скобочках нет, и все, и добро закроем. И, по-моему, подобная локация была как раз-таки месяца 3-4 назад. Я помню, что я смотрел ролик. И я помню вот это ощущение с подвешенными банбанами. И я такой, типа, вау, вот это крутая инновационная идея. Но теперь что-то не пахнет здесь инновациями. Почему-то у него Бенита на ниточках. Я там видел только что баг, и, в принципе, сам Бенита персонаж вроде как прикольный. Мне интересно еще, они выпустят пятую главу или шестую первой? Логично было бы выпустить, наверное, пятую, но, зная разработчиков, они выпустят шестую, а после шестой пятую, а после пятой седьмую внезапно, или вообще восьмую, десятую, я не знаю. Анимация эта какая-то максимально бессмысленная. Я вообще не понимаю ее смысловой нагрузки. Творится какой-то бред, появился хай-тек, дрон непонятно откуда. Все трясется, все темное, абсолютно неинтересное. Происходит какая-то наркомания. Что-то как-то этот контент мне уже не заходит. Он в первое время был актуальный, но сейчас на фоне других каналов, особенно на фоне фанатских каналов по скибеди туалетам, ты начинаешь понимать, что качество здесь вышло из чата полностью и обещало больше никогда не возвращаться. Вы только посмотрите на этого уродца. Ну и жесть. А, вот мне это теперь в кошмарах будет сниться. Смотри, что я нашел. Вау. Давайте, сожрем его. Нет. Она испугалась и убежала. Насколько же это было всрато. Ну и жесть. Я хочу расплакаться от увиденного. А я ведь хотел несколько роликов сегодня посмотреть. Ииии... Куда он в конце попадет? Почему анимация такая долгая? Я от нее уже устал. Я готов ее на перемотке смотреть. Это жесть какая-то. Зачем так затягивать-то? Объясните мне кто-нибудь. Еще и бессмысленно все это. Вы хоть что-нибудь поняли из этой анимации? Вот для чего появился Бенита? В чем его смысл? Почему вот эта вот кошатница, точнее лисятница здесь ходит, бродит? Почему она розовая? Откуда она взялась, наверное, нам рассказали в прошлых частях. Так или иначе, он нашел еще одну комнату с Бенитой. И там вот он вылез. Внезапно его веревки сквозь стены прошли. И он здесь какой-то мрачный. И непонятно почему так. Но в более свежих анимациях мы с вами можем обнаружить мертвую королеву. Боже мой, как страшно она выглядела. Как всегда, ролик начинается с какого-то невероятного эпика. И мне хочется его на ускорении посмотреть, чтобы сразу же глянуть на эту принцессу. Давайте мы будем смотреть на это в ускорении. Х2. Да, вау! Так даже круче. Здесь, кстати говоря, начинает палиться некачественная анимация. Когда ты в перемотке смотришь, ты же замечаешь, что они вот так вот дерганно все делают. О, ну, кстати говоря, вот эта идея с мини-игрой прикольная. Где вам нужно управлять дроном, чтобы избегать лазера. Но в игре настолько ужасное управление дроном, что не дай бог он добавит эту мини-игру. Я тогда не буду даже проходить эту игру. Окей, смотрим дальше. А, и здесь как раз таки будет королева. Я правильно понимаю? Это королева? И она воскреснет внезапно. Вот это жесть будет. А что, мертвая? Вот это да, вот это поворот. А мы-то и не знали. Ух ты, что же нам с ней делать-то? Давайте засунем ее в коробку и выкинем в мусоропровод, а? По-моему, идея именно такая. Нет, нам нужно нажать на разноцветные кнопочки. А потом позвать мистера крокодила, который, видимо, должен находиться в этой комнате. Но нет, но там сверху была иконка какого-то крокодила. Внимание, не забудь, что ты там. Я не собирался это читать. А вот как нужно нажать на кнопки. В каком порядке нужно как раз таки вот эти вот краски забирать. Стоп, а для чего там кнопки? Я чуть не совсем понимаю. Ну ладно, какая-то мини-игра. Что-то нужно там насмешивать, чтобы получить лекарство. Либо какое-то волшебное зелье для воскрешения этой самой королевы. По-моему, наркомань какая-то опять адская происходит. Бульк-бальк. Шо, пойдем ее воскрешать. Вот теперь нужно нажать в правильной последовательности на кнопки. Ииии, внезапно она сейчас воскреснет. А это что за умпа-умпа? И серьезно, на этом анимация закончилась? Да вы что, шутите надо мной? Что за бред? Ладно, это какой-то дизлайк, если честно. Лайк можно поставить только мне за то, что я это вытерпел. На других же каналах наркомании не меньше. К примеру, где-то появился брат Джестера. Ну и давайте посмотрим, как это добро у нас будет выглядеть. А ну-ка, давайте, удивите меня. Брат Джестер, он такой серо-красный. В принципе, концептуально прикольный. Но почему эта анимация в таком адском замедлении? Вы видите? Она прям намеренно замедленная. Давайте мы ее ускорим на 0.75 и... Да, вот теперь она смотрится более адекватно. Что за бред? Ладно, и причем она идет всего полторы минуты. Для чего они ее замедляли? Это же им ничего не дало. Это типа шутка какая-то сейчас будет. Ключ он выронил. Вау. Блин, ну и сценарий. И там у нас как раз таки билет. Вау. Вот это постановка. Вот тебе билет на выступление брата Джестера. Погнали. Офигенно. Он еще и промазал там немножко пьяный. Он нажимал на ту кнопку. И сейчас появится брат Джестера на секунду. И на этом анимации закончится. О, кстати говоря, цирк. Я очень люблю цирковые локации. Всякие цирковые песни. Если в игре появится локация с цирком, я буду первый, кто будет радоваться этому. И на этом анимация закончилась. Вот так вот. Охренительно. Вау. Ну а еще на одном из каналов мы можем обнаружить нечто просто невероятное. Ни в коем случае не отключайтесь. Вам это понравится. Я знаю, что вы это любите. Вы любите, когда я схожу с ума от всяких непонятных синих существ? И они сегодня будут. Шайлушай, здорово. Какого черта ты вообще забыл в Гартенов Банбане? Он захватил мобильный гейминг. Теперь он захватил Гартенов Банбан. Что дальше? Шайлушай и Скибеди Туалет? Я думаю, такое даже есть. А знаете что? Сейчас я внезапно загуглю это. Мне насрать, что ролик о Гартенов Банбане. Я пойду гуглить Шайлушая в Скибеди Туалетах. Сейчас все будет. Мы только этот ролик досмотрим. Шайлушай, кстати, помогает ему. Потопал вперед. Как говорится, велиф, видай. Просто велиф, видай. Что дальше? Боже, насколько же тупая и бессмысленная анимация. Это настолько же странно, как тренд про Шайлушая. Там играет та самая музыка. И что это за говно? Это улитка какая-то? Что за бред? Это ловушка. Нет, это не ловушка. Я думал, сейчас дверь закроется и все. Так, он дал ему эту улитку. Вот, держи, Шайлушай. Улитка. Пофлексим вместе. Ух-ух-ух-ух-ух. Как это весело. Боже, у меня нервные клетки начинают отмирать, когда я смотрю подобные ролики. И все. Он просто потанцевал. Серьезно, блин? Что? Вы не поверите, но есть Шайлушай с кибиди-туалет. С каждой секундой мы все дальше от бога. Да, невероятно. Я понял, у него улиточка на его деревяшке. Боже мой, вы серьезно? Банана Кэт, Шайлушай, что дальше? И внезапно флекс. Окей. Если вы думаете, что такой ролик один, нет, не тут-то было. Таких роликов много. Вау. Да. Ладно, вернемся к бан-банам. Также какого-то черта везде стал хайп и четырех руки шериф Тодстер. Я не понимаю, почему. Сейчас вы увидите. Это нечто. Вот вы посмотрите. Ну реально, Доктор Осьминог из Человека-паука. Выглядит, конечно, невероятно. Это якобы официальный тизер трейлера. Вау. Не, ну сразу видно. О, значит официальный. Г, значит говно. И все? Вау. Гартен оф бан-бан. Охренительно. Что я только что, блин, посмотрел. Также, конечно же, хайпит у нас хирург, который появлялся и месяц назад. И сейчас по нему бесконечно продолжают делать какие-то анимации. Кстати говоря, здесь должна быть мини-игра с баскетболом. Вот это выглядело бы прикольно. Это было бы аутентично. Блин, вот мне нравится. Вот это головоломка. Там прям подписано 1, 2, 3 вот такими цифрами. Так, раз. Куда же нажать дальше? Всего одна кнопка осталась. Два. Вау. А дальше куда? Черт возьми, как сложно. Может быть на три? Невероятно. И сейчас откроется дверь. Что за головоломки? Я вау. Вот это да. Это про гейминг. Не все поймут такой тонкий гейминг. Но те, кто поймут, они его поймут. Да? Ну а дальше то что? А почему хирург сам на хирургическом столе? Мы ему еще что-то должны вколоть. И отчекрыжить. Вау. Стоп, мы реально ему что-то будем отчекрыживать? А, это чтобы коробку вскрыть. Ну, слава богу, что мы не будем вскрывать хирурга. А то это было бы странно. Теперь мы набираем что-то в шприц. И сейчас он вколет эту дрянь в него. И на этом роли кончится. Нет? Он набрал это ведро? Нет, он из ведра все это набрал. Ни хрена себе там шприц на тысячу кубов. И что дальше? И продолжение следует. Тут должен быть такой мега звук. И да, продолжение следует. Но мы его не будем ждать. Потому что нам насрать. Ладно, вернемся к каналу Багги Хайги. Потому что я там не заценил еще одного гениального персонажа. Это мама Смарти Марти. Я не знаю, кто такой Смарти Марти. Да и мне, собственно говоря, насрать. Но мама его выглядела максимально эпично. Вы только посмотрите на этого осьминога. И здесь уже опять хай-тек начинается. Самый настоящий. Вот вы видите это. Охренеть. Как у них только фантазии хватает всех этих монстров придумывать. У меня бы фантазия через месяц закончилась. Они продолжают придумывать какие-то сюжеты новых персонажей. Вы только посмотрите на нее. Но это ведь надо было тотально упороться, чтобы придумать такого персонажа. Причем это чья-то мама. То есть там есть ролики про дочку или про сына вот этого существа. Я даже не знаю, есть ли у этого существа какой-то пол. Из чего они вообще взяли, что это мама. Каким образом они проверяли. Да это, мне впрочем, мы не будем углубляться в эту тему. Какой-то опять гениальный босс-файт. Да чё им так нравится вот эта срань? Это, наверное, один из самых худших персонажей в Гарденов Банбане. Он мне вообще не запомнился. Вот этот вот ход на ножках Тирексовый. Он максимально странный был. И они такие, блин, будем пихать его в каждую анимацию. Вот реально, напишите в комменты, вам понравился этот персонаж, потому что мне вообще нет. Мне даже вот эта вот мама больше нравится, чем этот кот. Просто раз в 10 минут ее бьют током. И в этом весь босс-файт. Стоп, ну я опять поставлю ускорение, потому что я могу. Во! Сразу нормально стало, сразу интересно стало. Он, кстати говоря, бегает по кругу. Там зацикленная анимация того, как кот кусает ее лапу. Зацикленная анимация того, как ее лапа бьет. И зацикленная анимация того, как ее бьют током. Мы так на протяжении трех, мать его, минут. Вы себе представляете? Офигеть. Еще абсолютно гениальная озвучка на фоне. Сделанная двумя школьниками за пачку доширака. Вау! Блин, ну это продакшн на миллионы просмотров. Ну, по крайней мере, раньше были миллионы просмотров. Сейчас уже до миллионов просмотров далеко. Они еще остужают ее. Она почему-то находится в печке в какой-то. Или они наоборот нагревают ее? Я нихрена не понимаю. К ней присоединился еще один осьминог. Видимо, это сын или дочка. Она что-то там поделала. Ее еще побили током. И она вырубилась. И продолжение следует. Знаете, чему следует продолжение? Продолжение следует моим роликам. Если вы будете ставить лайки, подписываться на канал. И не забывать обо мне. Вот что реально важно. С вами сегодня был Foxneo. Увидимся. Продолжение следует.